Рак кожи, от которого мы умираем в 50, возможно был вызван солнечным ожогом в подростковом возрасте. А те, кто ест молочные продукты, молоко, сыр, йогурт, страдают от рака крови в 2,5 раза чаще. Исследователи, однако, обнаружили нечто настолько мощное, что оно снижает риск рака кожи примерно на 50%. Это зелень. Употребление в пищу темно-зеленых листовых овощей снижает наш риск вдвое. Да, но сколько зелени пришлось съесть этим людям? Что ж, вот данные. В 2 раза меньше риск рака был у людей, съедавших больше всего зелени, в сравнении со съедавшими меньше всего, в среднем около 6 грамм в день. Это вес 6 канцелярских скрепок. Должно быть, они случайно съели гарнир, веточку зелени возле их стейка. А каким же было самое высокое потребление зелени, снижающее риск плоскоклеточного рака кожи вдвое? Всего 31 грамм зелени в день. Всего 31 скрепка. Это количество эквивалентно 3 листкам шпината. 1, 2, 3 листа в день. И уже только половина риска данного рака. Вот насколько мощно действие зелени. Поэтому мой девиз – ешьте зелень каждый день своей жизни до самой смерти. В прошлом году был даже выпущен исторический обзор употребления зелени в Америке. Генерал Джордж Вашингтон в 1777 году издал приказ всем солдатам выходить и собирать дикорастущую зелень вокруг их лагерей, чтобы защитить их от всяких гнилостных расстройств. Что ж, умный человек. Как употребление в пищу мяса увеличивает риск развития рака, употребление в пищу растений снижает этот риск. Вот это исследование показало, что употребление в пищу растительных продуктов может снизить риск заболеть раком малышной железы вдвое, благодаря клетчатке. Помните, клетчатка содержится только в растительных продуктах питания. У животных есть кости, чтобы сложить опоры, у растений такой опор обеспечивает волокна клетчатки. Но хорошим источником клетчатки служат только цельные растительные продукты. Из рафинированных, таких как белая мука, белый хлеб, белый рис и макароны из белой муки, большая часть клетчатки и других питательных веществ удалены. То же самое с риском эндометрия. Много животного белка и животного жира, и мы получаем вдвое больше риск. Много растительного белка и растительного жира, и риск снижается почти в два раза. Исследование 97 тысяч женщин. Рак яичников. Еще один действительно ужасный вид рака. Многие изофлавоны снижают риск вдвое. Основные источники изофлавонов – соевые продукты. Хотя в заменителях мяса на основе сои зачастую недостает клетчатки и цельных растительных продуктов. Сравните растительный и мясной бекон. Одинаковый размер порции. У малыша здесь в 4 раза больше калорий, в 50 раз больше жира, в 40 раз больше насыщенного жира, бесконечно больше холестерина и всего на четверть больше белка. А риск развития рака у него возрастает. В то время как соевый фарш может этот риск снизить. Это просто, не так ли? Больше фруктов, меньше мяса, меньше опухолей. Я не подбираю исследования специально и выборочно. В течение многих лет я искал хотя бы одно исследование, демонстрирующее рост рака на растительном рационе питания. Откровенно говоря, такого исследования просто не существует. Еще одно огромное исследование. Журнал Национального института рака. Больше растений, меньше рака. Почему? Диетическое потребление лигнанов. Лигнаны – это один из тысяч видов фитохимических веществ. Фито означает растение. Это питательные вещества, специфические для растений. Лучший источник лигнанов на планете – льняное семя. Крупы, фрукты, орехи и овощи составляют питание, определенное нашим творцом для нас. Эти продукты, приготовленные самым простым и естественным способом, являются наиболее полезной и питательной пищей. Они дают силу, выносливость, энергию и ясность мышления, чего не может дать более сложная и возбуждающая пища. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова